Прошу прощения за некоторое опоздание. У меня возникло ощущение, что я потерял просто свою флешку. Мне пришлось возвращаться ее искать. Я хочу прочитать презентацию, которую я читал вчера, но несколько в ином плане, потому что вчера у меня был сокращенный такой режим. А сейчас я хочу рассказать несколько о другом. Я буду рассказывать о том, как применяются телеклиники и телепатология в сегодняшний момент. И хочу обратить внимание, что это направление уже вошло в стратегию развития здравоохранения. Оно появилось не от нас. Мы просто реализуем его. И смотрите вторую часть, которая касается, что наша система здравоохранения реально заинтересована в введении новых методик, которые помогут по-новому уже использовать существующие ресурсы. Причины возникновения, я думаю, что многим известны. Я их подчислял вчера. Это и нехватка ресурсов, и неоднородность в различных регионах персонала, необходимость разработки новых стандартов диагностики и лечения, создание регистров. Самое важное – это обеспечение одинаковой доступности в диагностике в различных регионах. Собственно, это, наверное, самая тяжелая часть, которая существующими на сегодняшнем методе решиться не может. Очень часто возникает некоторое недопонимание, путаница в терминах, что такое телемедицина, что такое телепатология. Телемедицина – это, по сути, определение диагностики на расстоянии, а также, так сказать, возможность дискуссии по поводу методов лечения для ведения тактики ведения больного. Достаточно новое направление. Опять же, оно так или иначе описано в литературе, и даже, так сказать, некоторые из наших руководителей достаточно высокого уровня писали свои комментарии по этому. Но вопрос не об этом. Итак, начнем с того, что такой вопрос телепатологии. Мне достаточно удобно выступать сегодня, потому что для меня очень ярко выступал и Белла, ярко выступал Алексей Ремис. Телепатология – это направление, которое касается в основном диагностики в клинической морфологии, которая объединяет в себе не только гистологию, но и, в общем-то, и цитологическое направление. Вот мы как раз с Мариной Владимировной говорили по этому поводу, что это один инструмент, Марина Владимировна, как первое объединить в единую клиническую патологию и морфологов, и цитологов. Чем быстрее и чаще будут совместные консультации, чем чаще будет появляться цитологический голос в разноголосице, тем быстрее как бы достигнется того значимого барьера, которым вы хотите прийти и пробить, собственно говоря. Вот я хочу сказать, что на сегодняшний момент ту технологию, которую предоставляет Фюним, она является в нашем рынке самой продвинутой, с одной стороны, она является самой скоростной, она очень динамично развивается, она позволяет проводить консультации не только с рабочего места, когда человек работает за синкавируем, но также возможность работы по диагностике и с iPad'ов, и, в общем-то, и практически уже со смартфонов. Эта технология позволяет создавать уже свои форумы, обсуждения и продвигать новейшие методики, над которыми сегодня и Нина Андреевна говорила. Может быть, если пойдут консультации в таком виде, в который она сегодня предлагала, то ее идеология легче будет внедряться в самых различных отдаленных частях нашей галактики, называемой Российской Федерацией. Методы исследований, которые можно проводить и которые используются в данной, они самые различные и один из самых важных, что одинаково могут просматриваться различные окраски, понимаете, и в том числе фишовые окраски, опять же, для Марины Владимировны, потому что, к сожалению, фишовые препараты умирают в первую очередь, и какая-то значимая демонстративная база умирает вместе с ними. Я думаю, что вы просто разделите точку зрения, и опять же, методика является выигрышной, потому что она позволяет создавать и базы, и обучающие базы, и доказательные базы в самых различных видах, и доказывает, что цитохимия тоже имеет право на жизнь, и такая же активная и жизнеспособная. И ведут дальше просто, когда вопрос коснется консультации. Вот она, флюоресценция. Вот Белла уже красиво это показывала, как это можно... Не все могут видеть в микроскопах такую картинку. Она не всегда доступна даже для обычного глаза. Цифровые технологии это позволяют. И опять же, они позволяют учиться не линейно быстро, они позволяют подтягивать молодые кадры. Понимаете? Что крайне важно. Ну вот одновременно то, что опять же Белла демонстрировала, это одинаковые зоны, по-разному окрашены. Каждая окраска отвечает на свой вопрос, но одновременно они позволяют быстро, точно, демонстративно поставить диагноз, с которым очень сложно... Опять же, к вашим вопросам. Согласен, наверное, с этим, да? Пойдем дальше. Ну вот, картинка, когда применяется одновременно, можно посмотреть и гистологическое исследование, и можно посмотреть цитологические данные. Обращаю внимание, что это не является картинкой, это живой препарат, по которому одновременно можно ходить, доказывать, выделять зоны, делать квантификацию, считать, улучшать интенсивность, уменьшать интенсивность, добавлять фон, убирать фон. Как угодно можно играться. Ну, опять же, возвращаясь, опять же, к методикам, которые так и иначе пересекаются с Ниной Андреевной, и с Мариной Владимировной, и с Анной Сергеевной. Это обучающие вещи, которые просто необходимы, и они позволяют, опять же, ускоренно обучать, позволять людям не только на рабочем месте тренироваться, смотреть, обучаться, но также с удаленного расстояния в любой точке страны, в любое время доступные, удобные для них. То, что представляет из себя телеклиника. Вот это сейчас новый вопрос, который как раз и возникает. Это механизм, ну, кто, может быть, не знает, телеклиника – это механизм, который позволяет вести удаленную консультацию сразу несколькими врачами, то есть консилиум создавать. Здесь могут присутствовать непосредственно больной, который, так сказать, на первичной диагностике обычно ему тяжело поверить тот тяжелый диагноз, который ему ставят. И он, как правило, психологически или его родственники требуют это подтверждение. Особенно это актуально, если это дети, потому что они сами сказать не могут, а родители просто сходят с ума, им обязательно нужно подтверждение какое-то. И в данном случае телеклиники, то есть это метод, это программное аппаратное обеспечение, которое позволяет удаленно связаться с консультантами в любой точке страны, в любой, так сказать, регионе, в любой стране, собственно говоря, и провести эту консультацию. И если захотят, можно ввести ее в записи, получить ее в цифровом виде уже. Дальше ее можно показывать, сохранять. Но это возможно и не только в диагностическом или операционном периоде, это возможно и в постоперационном периоде, потому что больной после операции он тоже хочет знать, как проходит его лечение. Адекватно, неадекватно, какая динамика, какие перспективы, как себя вести. И тоже это решается на консилиумах. Но то, что вот эта картинка, что это, в общем-то, не легенда, не промо-акция, это реальная картинка с Иркутского онкодиспансера, как раз когда и ведется, собственно, одна из консультаций. Если вы посмотрите, с правой стороны указан клиницист, врач, который как бы в этот момент отвечает, их может быть несколько, как правило, собирается в консилиуме. Это морфологи, цитолог-гистолог, хирург-радиолог, хирург-лечащий врач, ну, кто из них там будет, химиотерапевт, да, и различные, так сказать, дополнительные врачи, если потребуется по соматической патологии, которую несет больной. Значит, центральная картинка показывает, что вот реально идет изображение и разговор по поводу гистологического какого-то препарата. С левой стороны указан вариант компьютерной томографии, он достаточно демонстративный, по нему тоже можно ходить, тоже увеличивать, уменьшать, расширять, выделять зоны, отвечать на конкретные вопросы, делать аннотации, самые различные отвечать, и это все сохраняется, собственно, в виде конференции, которая потом остается при больном и в истории болезни, если захотят. Ну, что из себя представляет, для того, чтобы не пугались, еще раз, если посмотрите, в нижней картинке это вам уже известная вещь, когда три экрана и там видеоаппаратура, которая позволяет визуализировать консультируемые и консультирующие стороны одновременно, а вверху показы это место оператора, который в смысле выводит все картинки, ту информацию, которая необходима в данный момент для консультирующих и консультируемых групп. Это может быть выписки из истории болезни, лабораторные данные, различные изображения, компьютерные, рентгенологические, фиброгастроскопические, любые, собственно говоря. Ну вот это пример, опять же, как вчера показывали, что это ведется, это, кстати, открытие телеклиники присутствует в высокие стороны в виде губернаторов, министров здравоохранения, местных и тому подобное. Это же такая же телеклиника открывается в Хайнане, они уже между собой консультируются, большое количество китайских граждан, российского происхождения, которые находятся в Китае, хотят, в общем, получать медицинскую помощь Российской Федерации, для этого они хотят получить... Кстати, в Китае не очень хорошо развита онкологическая помощь, поэтому там эта проблема отсюда и возникает, такие вопросы. Итак, механизм, который весьма гибкий, и телеклиники, непосредственно, и телепатология, они позволяют достигнуть очень значимых моментов. Первое, что положительно, очень большое, включение морфологов в реальные телеконсультации в телеклинике позволяет объединить в одну команду морфологов, цитологов и гистологов вместе с клиницистами, когда морфолог начинает играть очень важную роль в диагностике, раз, а второе, в выборе тактики ведения больного. То, что Нина Андреевна сегодня говорит, не будет гипердиагностики, не будет излишнего, избыточного воздействия на больного, раз, второе, цитологи тоже получают свое значимое место под солнцем, потому что, кроме того, что они говорят, у них еще остаются документальные, документированные вещи, где они могут поспорить, обсудить. Не обязательно, кстати, одновременно во время консультации с больными вести эту телеконсультацию, можно заблаговременно, если возникают вопросы, информацию высылают сюда, там люди говорят, что нужно доделать, чтобы не было конфликта при больном, чтобы не было врач-врач конфликта, понимаете, это тоже очень существенная вещь. Второе, что очень важно, быстро перенимаются навыки и стандарты, и подходы. Это не вы говорите, это не ваше личное, там сказать, воззрение, открытие, так весь мир говорит, понимаете, и вы эту методику можете быстрее внедрить у себя в клиниках, собственно говоря. для главврача. Для главврача что получается? Во-первых, у всех существуют сложные случаи диагностические, когда то ли есть, то ли нет, то ли это, то ли то, да, и здесь снимаются риски непосредственно с морфолога, автоматически уменьшается риск неправильного ведения больного, два, риск осложнений необоснованных, три, ну и, собственно, загрузка и койко-место и правильно выбранное медикаментозное лечение, целевое на этот раз, понимаете? Очень важно. И то, что я сказал, что для главврача это очень важно, потому что у него изменяется оборачиваемость койки, у него уменьшается количество осложнений, но еще одна вещь, про которую обращаю внимание, она именно в вашем поле лежит. Это постоперационные больные, которые будут возвращаться и за дополнительную, в смысле, за дополнительную оплату могут проводить консультации у вас именно в том же формате, в котором вы тоже будете принимать участие. Обычно главврачи этого не видят, Ольга Ефьевна. Обычно они это не видят, но они быстро это понимают, когда они чувствуют изменения через своих финансистов, что пошел этот поток. Для вас, конечно, это будет дополнительная нагрузка, с одной стороны, но с другой стороны это, опять же, существенное изменение вашего места под солнцем. Понимаете? Итак, то, что касается создания, какие могут быть созданы сети с помощью этих инструментов? Это могут быть созданы региональные сети. Допустим, то, что я как раз говорил, подонка-диспансеры. Когда в отдельном регионе образуется эта сеть, и в отдельном регионе значимые фигуры начинают формировать эту идеологию ускоренно, выработки единых подходов, стандартов, понимаете, методов оценки, и у них тоже формируется определенный класс консультантов. Через некоторое время, я вас уверяю, они начинают доминировать. Они начинают доминировать, и их опыт можно уже переносить в другие регионы. Ну, создание сетей под главных специалистов. Не обязательно создавать только под онкологов. Понимаете? Можно создавать отдельно под патологов, понимаете, под различие не только онкологического профиля, но и другие заведения. Ну, и создание мультидисциплинарных сетей. Потому что, если вы вчера слышали, Алексей Владимирович из Иркутска, после того, как было поставлено телеклинику, к ним пошел поток не онкологических больных, кроме этого. Возникала потребность проконсультироваться со специалистами из других стационаров, которые тоже этого хотели, собственно. И опять это загрузка аппаратуры, по сути дела, это опять дополнительный финансовый поток для главных врачей. И теперь про главных врачей и про вас. Очень часто морфологи являются последним звеном распределения ресурсов и бюджетов. Вот это те инструменты, которые позволяют действительно изменить существующий статус КОО. Когда через вас главврачи и особенно финансисты увидят, что меняется картинка, они, наверное, будут по-другому относиться к вам. Что, опять же, позволит вам и переоснащаться, и заказывать необходимые реагенты для этого, ездить на конференции. Ну и вообще статус повысится, собственно говоря. И последнее слово, то, что хотел сказать, это про подбор кадров. Опять же, возвращаясь к вчерашнему разговору, выбытие специалистов на сегодняшний день опережает приход молодых специалистов. Понимаете? Методики позволяют ускорить образование не линейно, а раз. Цифровые методики показывают, что морфология и цитология это высокотехнологичные области, что является тоже привлекательным, собственно, для молодых специалистов. Ну и с третьей стороны, наверное, научные работы, которые вы ведете, они будут ярче, быстрее, красивее, если вы будете использовать цитологию. линейно-технологии. собственно говоря, у меня все, поэтому спасибо вам большое за внимание, простите, что я немножко опоздал. Если какие-то вопросы, я готов ответить. линейно-технологии. Спасибо. Линейно-технологии.